всем привет запихал я свой фазовый недоделок в корпус прилепил шкалу которую печатал подсоединим антенну сразу предупреждаю что на восьмидесятке у меня с этой антенной слышны в основном только помехи от инверторов лифтов и и станции вещательные лезущие с сороковки на восьмидесятке реально никому я сейчас пытался послушать ее на на 326 м на и коме ничего не слышно уже несколько дней так что просто покажу факт того что она работает и ну вот очередной лифт приехал куда-то очередной лифт куда-то поехал короче работать работает я демонтировал всю передающую часть так как у меня так как она у меня так и не заработала у меня есть идейки насчет того что могло бы быть но я не стал заниматься поскольку время жрет у меня как и говорю нашлись кое-какие другие более интересные вещи по полу схемотехники и схеме увеки увеки 3 а и и в оригинальной схеме из прата в качестве низкочастотного фазоинвертора перед возвращателем стоит трансформатор трансформатора сейчас мне днем садим не искать так что поставил вот такой вот каскад на прием и как я говорил он она работала а вот на передачу как я не крутил все что только можно я в основном регулировал нагрузку нас мин за смесителем уже я думал может в ней дело нет dsb и dsb прят что тут не дело я мерил амплитуды и низкочастотных сигналов здесь в этих точках я мерил амплитуды и высокочастотных уже dsb сигналов после смесителя я мерил за сумматором вроде бы по схеме все хорошо а на выходе все равно dsb так что хрен его знает что тут такое по поводу того как работает вся фазовая хрень тадам все сразу вспоминают детство можно конечно вспоминать умножение синусов и косинусов можно просто нарисовать что здесь вообще изображено изображена как бы несущие ну надо на вот у нас схемка входящие сигналы с нормальной фазой с повернутой до 90 градусов аналогичные низкочастотные с нормальной фазой с повернутой до 90 градусов высокочастотные здесь на выходах у них получается dsb сигналы вот они суммируются и вот у нас нормальные сигналы ой сигналы синусы то есть с нулевым сдвигом по фазе вот косинусные вот продукты их перемножение то есть просто берем значение синуса в этой точке берем значение синуса в этой точке умножаем наносим на график делаем также со сдвинутым каналом у нас получается здесь типичные dsb сигналы тоже со сдвинутыми фазами потом мы складываем их то есть складываем значение в этой точке в этой точке складываем значение в этой точке в этой точке в этой точки. В этой точке наносим их на график реалитирующий. И вот у нас получается, что при подобном соотношении фаз мы что сделать? Мы по сути вычли из одной частоты другую. То есть смотрите, если взять вот этот весь отрезок допустим за некий временной интервал, допустим это секунда, это сигнал у нас с частотой 1 Гц. Здесь у нас 3 интервала это 3 Гц. То есть здесь у нас получился сигнал с частотой 2 Гц. В результате всех этих преобразований. Что я еще хотел показать? А, по поводу фазоинвертора низкочастотного. Лучше было бы его сделать вот так вот. То есть после каскада самого фазоинвертора поставить еще эмиттерные повторители. Чтобы сопротивление входные смесители не влияли на сопротивление плеч. Но, как я говорил, там если и была разница в амплитудах после фазоинвертора, то глазом она особо незаметна по осциллографу. Все это, конечно, баловство. Почему? Потому что вот у нас где у нас Гитар-1? Гитар-1. Вот у нас Гитар-1. Сделан на дросселе. Вот катушечка. Стандартная 24 микрогенри КВС. Каскад Гитар-1. Каскад буфера трансформатор. Он нам дает диапазон частот от 3,4 до 3,8 МГц. Вот у меня в руке пакетик с деталями на два Гитар-1, которые могут на трех разных выходах выдавать разные частоты. Плюс ко всему после перепрограммирования они могут выдавать парафазные сигналы. То есть сигналы сдвинутые на 90 градусов. Что там у нас? Там у нас ардуинки, валкодеры, экранчики и сами микросхемки. Сишки, сишки. Каскаскаскаскас. Ну ладно, ладно. Давайте высыпем. Все, блин. Стабилизаторы поехали. Где у меня пакетик? А, вот. Вот у меня пакетик с микросхемами C5351. Вот. Гитар-1 с тремя выходами цифровой регулируется. Я уж не помню, какой у него шаг по частоте, но очень маленький. но я скажу вам и это все баловство. Я, конечно, этими детальками займусь, сделаю на них что-нибудь. Но я залез в свою M коробочку со всякой ерундой и выцепил из нее две давно купленные платки. Вот это вот красненькая. Это отладочная плата с контроллером TM4C 123G. А вот это отладочная плата с... Блин, а как тут перефокусироваться в этом режиме видео? Ну-ка. Нет? Перефокусируй меня? Ну ладно, давай руками. Зеркалка, блин. Жык. Это отладочная платка с Альтера Циклон 4. С дополнительной RAM-памятью, с флеш-памятью программируемой. То есть в самой Альтере программа не хранится. Она загружается в нее во время включения с маленькой микросхемки, сидящей рядом. И только после этого Альтера начинает исполнять. Да и то это не программа, а прошивка. Если вы шарите в ПЛИС, вы знаете, что это не некий микроконтроллер, у которого там есть, допустим, модуль сложения, ну, АЛУ, модуль счетчика программ, то, по сути, вот эта вот микросхема, это такая большая макетка, на которой поставлена куча стандартных логических блоков, стандартных микросхемок, которые там выполняют сложение, умножение, сдвиги по модулю, регистры, и прошивка, которая загружается в нее, по сути, ставит перемычки между ними, как вы хотите. Это если очень грубо описывать. И вот на этой штучке с помощью одного АЦП преобразователя с частотой дискретизации в 60 МГц и с помощью буквально пары дополнительных компонентов можно запилить SDR-приемник на разные типы модуляций, все такое прочее. И я этим и займусь. Сейчас я подыскиваю, где бы купить ЦАП, довольно достаточно быстрый и достаточно битастый, потому что в чипе почему-то лежат либо с частотой ниже 20 на 12 бит, либо с частотой выше 60 МГц, но на 8 бит. 8-битный приемник, да. Слушать радиолюбителей в стиле Марио отлично. Ну, вот эта штука тоже достаточно мощная, здесь Cortex, по-моему. Короче, здесь какой-то ARM-процессор. Подобные микроконтроллеры вселяют в меня благоговейный ужас, потому что даташиты на них огромные, там куча блоков, куча инструкций, но в принципе, если разобраться и если приделать к этому Gitar 1 на C-шке, смеситель еще на каком-нибудь мультиплексоре и запустить на его АЦП встроенные уже низкочастотные сигналы, не сдвинутые, то в принципе он их, наверное, сможет переварить и на нем тоже можно сделать S9-приемник. Этим я и буду медленно заниматься. У меня еще была плата с трансивером BitX. Я просто хотел показать, что и такая похабная будет работать и я более чем уверен, что она будет работать. Сюда осталось поставить фильтр Gitar 1 и собственно все, но брошу это дело, что-то надоело. Я решил бороться с SDR приемниками. Сначала буду разбираться с этим, так как в сети уже в принципе есть примеры как делать и надо только найти АЦПшку и сделать к ней нормальную плату, чтобы там наводки не перли по цифровой части на ее аналоговый вход. С ЧПУ станком я уже разобрался, он не отключается после некоторого времени работы, так что вот такой вот анонсик. Всем пока! До новых встреч!